Всем привет! В этом году очень большой урожай яблок. Я продолжаю заготовки из них. И сегодня хочу вам показать два наипростейших рецепта. Это яблочное пюре и яблочная пастила. Именно эти две заготовки я делаю в большом количестве. Пастилу храню в пластиковом контейнере, перестилаю пергаментной бумагой и в холодильнике. Это чисто яблочное. Очень вкусно и очень красиво получается. А вообще у меня есть рецепты пастилы. Несколько видов на канале. Зайдите, посмотрите. Я оставлю ссылку. Это, например, пастила новинка этого года. Сделана из зеленой смородины с кабачком. В этом году у меня урожай зеленой смородины был. Я попробовала. Очень вкусно получается. У зеленой смородины аромат, как у черной. Это одна из наших любимых пастилы. Это абрикос с бананом. Очень вкусно. Вообще это глубокий контейнер. Здесь у меня и крыжовник, черная смородина, малина, клубника. Вообще пастилу мы, конечно, очень любим. И сейчас я хочу вам показать, как я делаю яблочную пастилу. Итак, яблоки беру любые, какие есть. Обязательно очищаю кожуру. Вот таким ножиком. Он очень тонко срезает кожурку. Вычищаю серединку и нарезаю слайсами в кастрюле. Итак, это 5-литровая кастрюля, полная нарезанных яблок. И чтобы сориентироваться, по итогу получившееся пюре у вас хватит примерно разложить на 10 поддонов. Я добавляю на этот объем 5-6 столовых ложек сахара. Сахар добавляйте все в зависимости от яблок. Есть кислые, есть кисло-сладкие, есть просто сладкие, когда не надо сахар добавлять вообще. Вот я добавлю ложек 6. Оставлю сейчас буквально на 10 минут. Яблоки сочные, они пустят сок. И я поставлю на огонь буквально на 15 минут, чтобы яблоко слегка приварилось. Прошло буквально 15 минут. Яблоки слегка стали мягкими. И теперь частями я отправляю их в блендер. По итогу получается очень вкусное и красивое пюре. Как я уже сказала, я делаю частями. От первой партии у меня 1,2 литра. Но смотрите, если у вас чаша блендера не позволяет закладывать сюда изначально горячую продукцию, то яблоки, конечно, остудите. У меня это позволительно, блендер у меня Бош. Затем я беру поддон для пастилы. Беру бинт, смачиваю в масле, который не пахнет рафинированное слегка. И протираю поддон маслом. Очень хорошо, особенно эти края и эти. Чтобы здесь пастила хорошо снималась. Ватный диск я не использую, потому что оставляет ворсинки. Слегка, буквально, маслом много не лейте. Это так. На всякий случай, чтобы пастила снялась очень-очень легко. Все. Теперь, только после этого, я поддон для пастилы кладу на решетчатый поддон. Я уже говорила, это для того, чтобы здесь не пачкалось маслом и не накипало масло на края бортика решетчатого. Все. И заливаю пюре. Я все делаю уже на глаз. Я примерно знаю, сколько мне нужно налить пюре, чтобы получилась пастила. Я толстую не делаю. Мы любим, когда пастила тоненькая, потому что она еще будет сворачиваться. Или конвертиком, или трубочкой. И с помощью вот такой кисточкой я размазываю. Получается такая ковришка. Слегка нужно будет ее потрясти, чтобы более равномерный слой получился. Все. И отправляю уже поддон на сушилку. С этого объема пастилы у меня получается 10 поддонов. Это уже проверено. Я выставляю температуру на 50 градусов. Сушилка у меня Вольтера 1000 люкс. Обычно я ставлю сушиться в ночь, вечером закладываю, а утром уже пастила у меня готова. Включаю. Встретимся утром. Итак, пастила готова. Заложила я ее вчера вечером в 4 часа, а выключила в 3 утра. Она полностью готова, высохла. Получается такая тонкая, красивая. Остается только снять с силиконового поддона. Снимается она очень легко. И, конечно, ее нужно или закатать в трубочку, или сложить конвертиком. Но здесь уже как вам хочется. Яблочную пастилу я сложу в конвертик. Разрезаю этот труб на 4 части. И складываю. Получаются вот такие конвертики. Очень удобно есть, хранить и также очень удобно упаковывать, если вы кому-то в подарок, на угощение. Допустим, идете куда-то в гости. Складываете. Вот таким образом. Заворачиваете в пергаментную бумагу. Вот так. Видите? Такая стопочка получается. Вот таким образом складываете, перевязываете бечевкой натуральной. И получается очень красивый подарок, сладкий. Вместо конфет. И также удобно и в контейнер сложить. Вот такие конвертики. Хранения. Каждый слой я перекладываю пергаментной бумагой. Еще такой момент. Если вы выключили сушилку и не стали сразу скручивать пастилу, она остыла. Перед тем, как это делать, включите сушилку буквально на 15 минут, чтобы пастила стала теплой. Тогда она очень хорошо скручивается, складывается в конвертики. Становится более эластичной, податливой, чтобы пастила была теплой. Яблочная пастила готова. Получается очень вкусно и очень красиво. Обязательно попробуйте. Закрою пергаментной бумагой, накрою крышкой и уберу в холодильник. И сейчас я буду готовить следующую, не менее вкусную заготовку. Это яблочное пюре. Подготовка яблок такая же, как и к пастиле. Помыть яблоки, почистить кожуру, вытащить серединку, порезать на дольки и все сложить в кастрюлю. Порезанные яблоки я сложила в 5-литровую кастрюлю. Сейчас добавлю сахар. Это буквально 5-6 столовых ложек. Если вы яблочное пюре делаете для введения в прикорм маленькому ребенку, то сахар не добавляйте вообще. И добавила еще стакан воды. Оставляю теперь это все дело на 15-20 минут, чтобы яблоки пустили сок. И затем ставлю на огонь на 15-20 минут до размягчения яблок. В это время я подготовила банки, я их помыла, простерилизовала банки, используя небольшого объема, также крышки. Вот такие банки в виде стаканчика, они на 200 мл, я использую именно для пюре без сахара для прикорма ребенку. То есть следующая партия яблочного пюре я буду готовить без сахара. После закипания прошло буквально 10-15 минут, яблоки стали мягкими. И теперь горячими закладываю в блендер и выставляю режим смузи. Из полной 5-литровой кастрюли порезанных яблок получается примерно 2,5 литра пюре. Сейчас я поставила на медленный газ, пюре начало пыхтеть. И буквально 10 минут я буду раскладывать пастерилизованным баночкам. Яблочное пюре готово. Получается очень вкусно. Обязательно попробуйте те, кто не готовил. Еще хочу сказать, что когда уже на газу пюре будет у вас пыхтеть, постоянно помешивайте, чтобы оно не пригорело. Иначе вот эти коричневые кусочки будут в пюрешке плавать. У кого много яблок, обязательно готовьте пастилу и пюре яблочное. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока!